Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Маленький вопрос от нашего зрителя к посланию к римлянам, 13 глава, 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. В других случаях было много. Получается, любовь есть исполнение закона. Что это? Ну, а если смотреть на греческий язык, плерума у ному геагапе. Плерума – это даже не столько исполнение, сколько полнота. Значит, вот самая полная форма закона, которая только может существовать, это любовь. Вот так это можно перевести. Я в своем переводе пишу «полнота закона в любви» или «исполнение закона в любви». Вот здесь, мне кажется, более точно будет отражаться синтаксис оригинала, потому что греческая плерума у ному не имеет артикля. Ага, агапа имеет. Но так устроен греческий язык, что подлежащий идет с артиклем, а составная часть именно усказуемого без. Поэтому не плерума есть агапы, а агапа есть плерума. То есть, любовь и есть полнота закона. Давайте посмотрим на контекст. Как будто специально, ну, не как будто, а просто специально, он абсолютно отрицает возможность такого понимания, что любовью можно все оправдать. Ибо заповеди, не прелюбодействуй, для любви, кстати, самое актуальное, да, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове, люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. А как же это, не прелюбодействуй и люби ближнего твоего, а вот полюбил ближнюю мужчину или ближнего женщину, вот оно и случилось, да. Смотрите, но слово агапы, это не слово эрос, которое обозначает влечение эротическое, слово эротическое от слова эроса происходит от греческого. Это означает определенное отношение. Вот, когда другой человек тебе дорог и важен. Любить ближнего, ну, понятно, что это не кидаться к нему на шею с поцелуями каждый раз, как его видишь, и не вздыхать о нем ночью в сновидениях, да. Это вряд ли получится, многие ближние, ну, совсем не позволяют так к себе относиться. И многие из них неприятны, честно скажу. Но агапы это в данном случае скорее вот какая-то деятельная любовь, то есть это поведение, которое продиктовано заботой о нем. И поэтому, конечно, и прелюбодеяние, которое есть нарушение чужих прав, да, и чужой семьи разрушения, так же, как убийство, кража, лже-свидетельство разрушения чужой репутации, даже если это не в суде, а всего лишь на скамеечке перед подъездом. И даже не пожелая чужого, казалось бы, а пожелав-то, я ничем не нарушаю прав того, кто этим владеет, да, я всего лишь в себе. Но пожелание, оно влечет за собой обычно некоторые действия, да, пожелание – это присваивание в мыслях этого чужого, это согласие на обладание чужим, да. Действие может потом и не состояться, но это уже первый шаг. И вот если ты любишь ближнего, то ты этого делать не будешь. Но зачем тогда это примечание? Да вот же список заповедей приведен, исполняй их и все. Но это не полнота закона, это наиболее очевидное его положение, а полнота закона в любви. То есть фактически Павел делает то же, что и многие другие мудрецы, которые говорили, что все эти конкретные заповеди Ветхого Завета, они есть толкование к принципу «возлюби ближнего, как самого себя». Возлюби Бога, прежде всего, да, но и возлюби ближнего. То есть почему нельзя убивать, красить, лжесвидетельствовать, это же иногда очень даже полезно, хорошо, приятно, выгодно, интересно, способствует прогрессу. Некоторые так говорят, когда они это все устраивают, да. Но потому что это акт ненависти к ближнему, потому что это все нарушает твою любовь к нему, если она вообще была, скажем, исключает твою любовь к нему. Поэтому невозможно на каждый случай жизни составить маленькое правило. Нет, бюрократы с этим пытаются справиться, у них это, безусловно, иногда получается, но, честно сказать, это не очень хороший выход. А на каждый случай жизни есть принцип «люби ближнего, как самого себя». Вот как это в конкретном случае сработает, можешь уже посмотреть самостоятельно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.